Давайте, не один народ, вы выиграли. Не один народ, хорошо, не один народ. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, я по истории общаюсь. По истории давайте пообщаемся. Вы блогер? Да, я блогер. Я тоже. Давайте пообщаемся только за. Откуда? Откуда блогера знают? Наверное, я с другим блогером. Кто-то из проукраинских блогеров сделал таким мне рекламу? Не, вы забыли, что вы меня пытались сфотографировать в прошлый раз. Я же вам не давал разрешения меня фотографировать. Пардунте, пардунте. Да, по истории, так, а что по истории-то? Что по истории? Можете мне прокомментировать этих ваших русских писателей? Цитату я вам написал. Прочитаю, вы мне прокомментируете. Хорошо, а какого именно писателя российского? Ну, на выбор. На выбор. Могу там Пушкин, Лермонтов, Толстой. Есенин, давайте. Есенина у меня уже тоже один говорил. Есенина нет, к сожалению. Ну, это мой любимый поэт, просто как бы российский. Других вы цитировать не хотите? Ну, давайте, давайте Пушкина, не вопрос. Пушкина, ладно. Так, сейчас, секундочку тогда. Так, Пушкин, значит, письмо Вяземскому, верно? Вяземскому. Вяземскому. Так, значит, у него тут большое письмо, но я выделяю отсюда цитату, где он пишет про российский народ. Пишет, что этот народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли. Вопрос, почему он так пишет? Я прошу прощения, одну секунду, хорошо? Я сейчас отвечу, и я сейчас открою письмо Вяземскому, и мы вместе с вами это обсудим. Ладно, ну просто на телефоне. Там у него оно большое, в принципе. Это письмо за 8 июня 1827 года, если что. Ну, прекрасно, прекрасно, я очень рад. Так, давайте письмо Вяземскому. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так, 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 так. Письмо Вяземскому Пушкина. Так. Так, а Бонегине? Что Бонегине? Ну, хорошо, ладно, не суть. Так что, сколько мне ждать? Кому он писал-то? Вяземскому. Вяземскому, да. От какого числа еще раз? 8 июня 1827 года. Письмо Вяземскому Пушкина. 8 июня 1827 года. 8 июня 1927 года. 1827 года. это еще просто пока еще раз что я конечно и придираемое действие с головы до ног ну это другой отрывок я просто как-то найти пока не могу особо сейчас сложнее чем фотографировать конечно то что я спал сфотографируйте каш потрясающе не знаю когда то пытались я просто такие случаи запоминаю поэтому не вы забавный человек что я спал сфотографировать мне при жизни так говорят я обычно правда никого не фотографирую ну видите странности бывают жизни случается иногда но так что нету не просто ждать по часа как-то я ищу еще подождите давайте может другого какого-то может все проще ну одна секунда и сейчас я сейчас нету я сейчас скажу цитата да какая еще раз цитата просили давать я был проще ее в виду народ равнодушный до наименьшей обязанности до наименьшей справедливости до наименьшей гражды пожалуйста чуть-чуть народ равнодушный до наименьшей обязанности наименьшей правды так вы хоть почитаете кто там кто что думает да 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 не собственно я уже нашел историка литературы я уже нашел историка литературы и он написал сочинениях пушкина эти строки не встречаются кроме того характерные статистические ошибки напоминают такие ошибки словах которые приписываются шмелеву то есть это шмелев сказал это все фейк то есть историк литературы будет врать кто знает а вы вот до этого писали писали вы говорили что я конечно презираю отечество мою слово да ну это он тоже не писал так так секунду я скажу сейчас что он что он написал да и безусловно но мне досадно если иностранец разделяется на это чувство ну так дальше 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 пушкин писал это и ссылки потому что пушкин был ссылки у него был некая обида на это ну так там там полную цитату надо читать так оно все полная цитата мне досадно если иностранец разделяется на это чувство неполное это только начало ты который не привязан как можешь ты оставаться в россии если царь даст мне свободу то я месяца не останусь мы живем печальном веке но когда воображаю лондон чугунные дороги паровые корабли английские журналы или парижские театры и бордели то моё глухое михайловское наводит на меня тоску и большинство пушкину было два три шесть лет он тогда был молод и он поэтому да он поэтому был четвертая песня онегина я изобразил свою жизнь когда-нибудь прочтешь его и спросишь смелую улыбку где же мой поэт в нем да смотрите вот смелый ответ париж никогда прокляту ярус не воротится смотрите а теперь а теперь смотрите а теперь я сейчас вам могу прочесть полную цитату нет вы начало не прочли я конечный политическому язву да но нет это продолжение это продолжение стоп мы в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости ни стыда при англичанах дурачима в силе львовича бред недоставил заставляем на радович отличаться в мазурке русский барин кричит мальчик забавляя гектор у датского кобеля мы хохочем переводим эти барские слова любопытному путешественнику все это попадает в его журнал и печатается в европе это мерзко я конечно презираю отечество моё с головы до ног но мне досадно если иностранец разделяется мной это чувство ты который не на привязи как да да все это я читал да он же пишет я конечно презираю отечество моё с головы до ног но ему бедно что иностранец также думает так почему он презирает свое отечество вопрос человек был ссылки его можно понять он из михайловского это писал был в михайловском ссылке и почему он презирает свое отечество потому что он обиделся потому что он обиделся поэтому он тут пишет дальше вот эту цитатусь что никогда проклятую рус не воротится ай да умница где это было ну дальше услышишь милая в ответ он удрал в париж и никогда проклятую рус не воротится ай да умница это в конце проклятая русь не вору воротится так уж кин это же эта цитата зачем вы улетели это что должны это чтобы короче ладно ответа так как такого нет убедился это такой себе ответ вяземский как я не могу на голос правильно вяземский вяземский у него была такая значит творение русский бог это из письма двадцать восьмого года так русский бог по-вяземский да 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 было вот что же он пишет вам прочитать бог голодных бог холодных я вижу вдоль и поперек бог и менее недоходных вот он вот он русский бог бог грудей отвыслых бог лаптей и пухлых ног горьких лиц и сливок кислых вот он вот он русский бог бог странное какое-то сочинение а дальше смотрите глупым полон благодати кумным беспощадно строк бог всего что есть не кстати вот он вот он русский бог это про русскую душу на самом деле про ментальность а потому что кумным умных уничтожать простых нет нет не уничтожать почему уничтожать сразу чума все ведь к уничтожению нет это то есть умный человек он почему строк потому что этот человек может и дальше идти а а а последнее 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 вот это что вы прочитали пожалуйста 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 так глупым полон благодати кумным беспощадно строк бог всего что есть не кстати вот он вот он русский бог бог ну в общем русский бог это за творение такое к чему она что она где он бог голодных это наше это наше смотрите но вы видимо все таки я очень надеюсь что еще мне степлится надежда что все таки русские украинцы один народ но вот вы так что докажете что это ну это ж что это за бред откуда вы это берете я не понимаю вас что закончить один народ смотрите у меня ну я буду говорить на каринский Ментальность. Бог голодных, Бог холодных, нищих вдоль и поперек, Бог имений недоходных, вот он русский Бог. Бог людей отвысых, Бог лаптей и пухлых ног, горьких лиц и сливок кислых, вот он русский Бог. Бог наливок, Бог рассолов, душ представленных в заводах, бригадеж обоих полах, вот он русский Бог и ваша последняя строка. Мне ее здесь нет. Да, это ментальность. Вот эта ментальность, это главный, как раз такие главные отличия украинского народа. Да, потому что, вы знаете, есть такая поговорка, когда х*** родился, еврей заплакал. Еврей заплакал. А давайте я вам зачитаю этого, короче, сейчас скажу кого, что вы говорите за один народ. Давайте. В принципе, есть достаточно интересного. Вот у нас, значит, что это у нас? Так, это у нас Европейская Россия в физическом и этнографическом отношении. Суставлена Лядов. Лядов составил. В Лядов. Санкт-Петербург. 1861 год. И тут есть, значит, такой труд, где он на странице 131, где он пишет про народы великороссия, а не малороссы. Называли так украинцев в то время. Как южная природа Европейской России не походит на северную, так и племя малорусские отличаются от великорусского физиономией, языком, характером, нравами и обычаями. Какой же это был век? 19-й. Великороссияне, большей частью среднего роста, довольно неуклюжего телослужения, имеют короткую шею, толстый затылок и расположены к тучности. Цвет лица у них белый, с грубым багровым румянцем, волосы каштановые, русые или рыжие, глаза карьи, голубые или серые. Ну, то есть, непонятно. Наружность малоросса гораздо красивее. Высокороста, строен, цвет лица его смуглый, глаза и волосы темные. Одним словом, в его физиономии нет ничего немецкого. Разница между великороссиянами и малороссом представляется еще более разительной при сравнении с их характером. Это вы Гоголя, да, сейчас цитируете? Нет, не Гоголя. Это я цитирую «Европейская Россия в физическом и этнографическом отношениях», составленная в Лядовым, Санкт-Петербург, 1861 год. Давайте еще тогда посмотрим, потому что это только начало. Значит, что у нас есть? А, физическое... Ага. Да, да, есть такое, правда? Дальше. Что у нас тут? Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. А, вы хотите и там найти подвох? Ну, попробуйте. Вы найдете еще больше. Это я вам только чуть-чуть прочитал. А там вообще в деталях это все рассказывается. Правда, абсолютную разность. Что? Самаруков? Не-не-не, Сумаруков я еще не читал. Это я вам прочитал физическую... Что, опять вам прочитать? Физическое какое-то... Европейская Россия в физическом и этнографическом отношении. Я понял, да, о чем ты рядом. 1861 год. Есть оригинальные... Я понял, да, это историк, который... Да, только историк-то он с какой стороны был? Он европейский историк, он не русский историк. Он европейский. Конечно. А Ключевский что об этом говорил? А Ключевский что об этом говорил, например? Историк такой тоже был. А Ключевский кто? Российский шовинист? Нет, он не шовинист. Ключевский это историк. Я помню, что Ключевский говорил о том, что в Древней России говорили не Киев, а Киев. И что там по изношению. Давайте Ключевского прочитаю. Пожалуйста. Хотя, я же хотел... Вы же один народ говорите. Давайте народ добьем все-таки. Ну, хорошо. Давайте... Давайте не один народ. Вы выиграли. Не один народ. Хорошо. Не один народ. Договорились вы выиграли, не один народ. Понимаете, никуда этот народ никогда не был одним. Украинский народ всегда отличался от этих московитов. Там, блин, в 17 веке уже распределение идет. Мне вот ребята пишут, откройте поэму Пушкина Полтава. Там все описано и про украинскую... Пушкин кто такой? Африканский... Русский африканец? Почему русский африканец? Это потому, что у него парадит африканец. Ганнибал. Это, знаете... Почему каннибал? Ганнибал, не каннибал. А, Ганнибал. Давайте этого. Давайте Сумаркова. По поводу Котляревского я знаю, ребята. Да, спасибо. Да, Котляревского, не и, да. Знаете. Сумарков давайте. Ага, все? Все. Вот это русские блогеры. Один народ. Одна судьба. И все это полное вранье. Значит, ребята, если вам понравился видосик, если он информативный, действительно, заходить, то подписывайтесь на каналчик, ставьте лайк. И также рад же вам подписаться на мой телеграм-канал, где я выставляю документы, карты, там разные всякие вот такие штучки, фишки, которые допоможут нам в информационной войне. Поэтому я вас ждал, все в телеграм-канале. Будет интересно, например, если у кого-то есть какие-то вопросы, а какие-то спирные штуки, мы можем там общаться и так далее. Вот и кажется, это конец. А кто слушал, молодец. Слава Украине! Слава Украине!